Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Для писателей и художников стиль – это способ видения, а не техники. Так выразился когда-то французский писатель Марсель Пруст, но касалось это замечание именно литературы и искусства. А как же в музыке? Что такое стиль в музыке? И может ли в музыке стиль быть способом видения? Именно об этом мы поговорим сегодня. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород, музыкальное сопровождение нашей программы Владимир Грамма. Ну а разговаривать будем с Дмитрием Робой, музыкант, исполнитель на губной гармошке, о чем можно понять по тому, что у нас здесь на столе. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Да. Сразу давай, давай, давай те, давай, давай уговоримся с нашими телезрителями, поскольку знакомы мы достаточно давно, будем на «ты», а то, что будем сбиваться как-то не очень хорошо. Прекрасно. Ты не против? Отнюдь. Да. Стиль, музыкальный стиль или стиль для музыканта – это способ видения или вообще нельзя определять стиль техники игры или стиль как способ видения? Вот. На эту тему хочется услышать твое мнение для начала. Я думаю, что это, в общем-то, категория такая из арсенала искусствоведов и музыкальных критиков, которые могут все разложить по полочкам. Вот. Музыкант, ну, скорее, может быть, здесь более корректно было бы определение жанра, в котором музыкант работает, вот, в котором он себя позиционирует. И, исходя из этого, в общем-то, складывается его форма отношений со слушателем. Вот. Потому что каждый определенный жанр, ну, или стиль, скажем, да, он предполагает набор условностей, которые, в общем-то, и служат определяющими. Вот. В том, что мы можем сказать, вот это именно этот стиль, да? Ну, если, например, ну, не знаю, если взять из искусства Ван Гог, да, все знают, в какой манере, в каком стиле он работал, каким образом мазки накладывал на холст. Вот. А если взять из музыки, например, то, ну, Жан-Мишель Жар. Совершенно другая стилистика звучания и подход к музыке, построение композиций, тоже, наверное, то есть здесь это стиль или жанр? Ну, стиль здесь, наверное, уже мы рассматриваем, как какой-то индивидуальный почерк художника либо музыканта. Вот. В этом отношении, да, пожалуй. Вот. Но, в принципе, Жанр, в общем-то, он задает во многом именно сферу и какой-то определенный набор. Ну, естественно, из Жанра уже появляются и способы выражения. Естественно, да. Человек так или иначе отталкивается от каких-то основ для того, чтобы привнести что-то личное, свое собственное отношение к жанру, свое собственное отношение к миру. Вот. И вот из этого всего, наверное, уже складывается персональный стиль каждого отдельного музыканта либо художника. Я думаю, так. Ты выбрал для себя блюз. Ты выбрал для себя блюз или блюз выбрал тебя? Давай вот так вот, ну, чтобы мы как-то подошли к губной гармошке. Я понял. Я просто могу рассказать такой эпизод, что, когда мы выступали на джазовом фестивале, вот, и нас спросили тоже в беседе, а почему вы играете блюз? Ну, и первое, что... Нет, это очень такой вопрос. Да, да. И первое, что... Сложный, сложный. Первое, что пришло в голову, это то, что джаз мы играть не умеем. Ну, да, потому что... А, рок скучно, да? Да, ну, рок... На самом деле, блюз, по-моему, это такой, даже не жанр, а какая-то вот исходная субстанция, на которой выросли очень много жанров и стилей, которые впитали в себя вот эти элементы блюза. Вот. Где-то они, может быть, более ярко выражены, где-то менее, но основа... Блюз, в общем-то, это в популярной музыке, это как воздух, который вот он пронизывает. Да, да. Он есть везде. Независимо от того, хотите вы этого или не хотите, он присутствует. Вот. Но блюз, это опять-таки, если ударяться в терминологию, может быть, не совсем жанр. Это, скорее, способ отношения к миру. Вот. И человек, ну, в общем, очень часто люди вот задаются вопросом, а почему? Почему это привлекает внимание? Вот сидит старый, в общем-то, не очень хорошо одетый человек, не очень хорошо играет на старой раздобанной гитаре, да. Да, на полурастроенной гитаре. Вот. Поет тоже, скажем, далеко от совершенства, вот, причем у него может там не хватать зубов или что-нибудь еще, какие-то там физические недостатки. Но почему-то это привлекает внимание, это цепляет. И ты, думаю, ты оказываешься в каком-то вот магическом воздействии вот этого, как бы, нехитрого инструментария. Это есть видение, музыкальное видение? Нет? Безусловно, и не только музыкальное, наверное, потому что человек, вот, насколько мне представляется, блюзи, он нисколько, в общем-то, исполняет какое-то музыкальное произведение, сколько при помощи набора каких-то вот этих, как мы говорим, инструментов, звуков, да, которые он извлекает из инструментов или из себя самого, он производит обмен со слушателем жизненным опытом. И вот именно это, по-моему, вот та основа, которая делает блюз таким вот жанром достаточно живучим, потому что вот здесь происходит такое, как бы, циклическое возвращение и слушателей, и музыкантов к этому жанру снова и снова. Заинтриговал. Заинтриговал, наверное, не только меня, но и зрителей. Ну, мы сейчас, наверное, посмотрим выступление ваше одно. Попросим Володю немножко притормозить и посмотрим музыкальный клип. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 А у тебя вдруг такие музыкальные инструменты. Почему? Ну, во-первых, потому что это инструменты, на которых относительно просто играть. Да? Да. Не случайно, в общем-то, они народными являются. Это не скрипка и не биолончель, чтобы... Нужно специальное обучение для того, чтобы просто даже научиться извлекать качественный звук. Здесь, в общем-то, тоже есть свои секреты, но на самом деле инструменты достаточно простые. И позволяют, в общем-то, с минимальной подготовкой начать исполнять какие-то произведения. Но самое главное, наверное, то, что нас побудило играть именно в таком звучании, это стремление вернуться, наверное, к истокам. Потому что хочется понять вообще, как ощущали себя люди, которые этим занимались 100-120 лет назад. И для этого, я думаю, что важно, чтобы инструменты были акустические, чтобы вот это было минимальное различие между слушателем и зрителем. То есть вот я, вот моя старая гитара, либо гармошка. Дима, вот я, вот ты. Я сижу, разговариваю, у тебя патронтаж гармошек. Потому что патронтаж называется, да? Ну, в общем-то, да, можно и так сказать. И, в принципе, да, все просто. Я так, дуй в себя, дуй из себя. Кстати, а можешь сыграть вот так вот? Конечно. Ну, вот сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аплодисменты. Аплодисменты просто. Вот так вот запросто? Ну, да. Нет, ну ты сам, ты сам как научился играть? То есть если в музыкальной школе это не проходит? Не преподавали. Не преподавали. На самом деле здесь просто нужна какая-то практика. И если это хочется делать, это брать и делать. И постепенно начинаешь понимать, как... Дома, закрывшись в ванной, пытаться извлекать звуки. Ну, это... У кого-то есть соседи, которые постоянно с отбойным молотком, да? А у Дины соседи постоянно... О, опять начинается. Ну, не самый худший вариант. В общем-то. Скрипка гораздо страшнее по соседству. Нет, ну, на самом деле, откуда появилось желание вообще? Как? Как родилось? Ну, то есть понятно, что практика, да? Ты можешь назвать самоучкой? Да, абсолютно. Ну, я видел просто, как люди играют. Особенно вот впечатлила картинка выступления Буба Дилана, когда он играет на гитаре, на гармошке. И, собственно, первая моя гармошка была... Ну, вот если, не знаю, если это интересно, я могу немножко поговорить о разнице этих инструментов, потому что есть некоторые разновидности. И вот та гармошка была, в общем-то, категорией тремоло, которая используется в народной музыке. Вот она ставится на держатель, и, то есть, музыкант может играть на каком-то инструменте, на учащихся на гитаре. И параллельно издавать какие-то... И одновременно, да, одновременно играть на гармошке. Вот я начинал именно с такого вот варианта. А это сложнее, да? Ну, здесь эта гармошка диатоническая, да. Ну, это немножко другой звукоряд, и звукоизвлечение здесь отличается. И поэтому... Ее тоже используют с держателями, но тут трудно добиться качественного звука. Нет, ну, извини, вот это вот... Да, с держателем. Да. Вот. Ну, а позже просто я уже начал контактировать с музыкантами, которые играли блюз, и тут же непосредственно пошла именно наработка опыта в данном жанре. Угу. Долго? Ну, я имею в виду... Сколько нужно учиться, чтобы вот так вот играть? На самом деле, при желании добиться хорошего результата можно буквально за несколько месяцев. Сейчас достаточно много всяких пособий, где подробно рассказывать техника звукоизвлечения. Ну, опять же, это нужно, прежде всего, какой-то внутренний посыл, и человек должен очень четко понимать, для чего ему это нужно. Потому что... Ты сам подсказал следующий вопрос. Да. Для чего это нужно? Ну, вот мы опять же... Это имеет отношение к стилю, к музыкальному видению. Для чего это нужно? Да, да, да. Вот мы опять же возвращаемся к тому, что... Что за жанр блюз, что это за стиль. Это вот, на мой взгляд, это такой, в общем-то, способ взаимоотношения с реальностью, с миром. Он наиболее гармоничный, потому что он вырос из каких-то, в общем-то, народных представлений о том, что это искусство. Вот если вы обратили внимание, то есть вот даже я сейчас немножечко играл, то есть какие-то звуки, это то, что вот мы слышим вокруг. Вот здесь, значит, там где-то шелест ветра, здесь где-то там кто-то проскакал, значит, по прерии, да. Вот здесь вдалеке прошел поезд, и мы услышали его выдох. Вот поезд я услышал точно. Да, кстати, это одна из самых любимых фишек всех исполнителей на гармошке, или харперов, как их называют люди, да. Имитация движения поезда. Почему? Потому что это все было рядом, это было вокруг, и это они воспринимали, и пытались передавать вот в каких-то уже других условиях, когда они, опять же, вечером после работы собирались в своем кругу, вот, и что-то пели, что-то играли, в общем, пытались как-то скрасить свое, в общем-то не слишком приятное существование. От этого веет такой романтикой, типа вот когда-то там далеко, на берегах Миссисипи, было вот так вот какое-то такое романтичное какое-то такое сообщество. На самом деле, да. Может быть, Блюста и рождался вот так вот, не от хорошей жизни, не от счастья. Это не кантри-веселуха? В том числе. Ну, есть вообще мнение, что кантри – это музыка, в общем-то, белых угнетателей. А, которые тоже подслушали ее вот. Да, они подслушали, мало того, что подслушали, да еще используют сейчас, чтобы угнетать их далее. Ну, это уже, дорогой, мы не о политике, мы о музыке. Нет, мы же не настолько политкорректны, как-то, поэтому. Ну, а что касается Блюза, на самом деле, у него очень много, в общем-то, составных, как сказал бы, классик марксизма-ленизма, источников составных частей. Вот, и в том числе и какие-то народные элементы, песнопения те же самые, африканские, может быть. Вот, все это здесь перемешалось, когда эти люди оказались в Америке, их, значит, обратили в христианство. Определенного толка, там, евангелистского, там, баптистского, да. Здесь же накладываются какие-то духовные песнопения, какие-то, значит, спиричвейлсы, да, которые, в принципе, само построение композиции в Блюзе – это тот же самый спиричвейлс, потому что вот проповедник произносит какую-то фразу, и хор за ним повторяет. В Блюзе очень часто повторяется первая, вторая строчка, и часто бывает, что и четвертая строчка, четверостейшая, повторяет первую. Вот, это все-таки сделано было для удобства, чтобы люди могли поучаствовать в богослужении при минимальных, как бы, затратах интеллекта. С другой стороны, каноны-то выработались потом, методом наслоения, опыта и так далее. Совершенно верно, да. И тут же, значит, мы, ну, Америка, будучи таким определенным плавильным котлом, где смешиваются разные национальности и обычаи, она вот именно дала такой эффект, когда в Блюзе можно найти какие-то ирландские оттенки и французские. Ну, перемешано. Определенный там есть элемент еврейской музыки. Вот. И самое главное, наверное, то, что где-то к концу 19 века сформировался определенный образ жизни этих людей. То есть, отмена рабства дала значительный толчок к тому, чтобы люди, которые раньше были закрыты в своих плантациях, вышли в мир. Они были вынуждены каким-то образом существовать. Вот. Они пытались заработать на жизнь. Я думаю, надо остановиться и послушать. Мы слушаем еще один, еще один музыкальный фрагмент. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Видение проект Это вот этот проект Пирог ваш Трехслойный, скажем так Вкус один, это блюз Или это на самом деле Собрались вместе поиграть Это видение Твое, ребят Или собрались вместе поиграть Для того, чтобы так Пока поиграем, а потом разойдемся Ну, я думаю, для каждого Из нас В общем-то Блюз это не является каким-то чем-то термином, который просто плохо тебя использует, что-то, какой-то отклик в душе он вызывает, и поэтому мы играем эту музыку. Мы на самом деле очень любим играть блюз. Иногда говорят, что даже играть блюз гораздо приятнее, чем его слушать. И все. Давай мы прервемся. Я скажу, что говорить о блюзе, наверное, еще приятнее, чем его слушать и его играть. Я понял. Меня, видимо, очень трудно остановить. Уважаемые телезрители, мы прервемся на небольшую паузу. В студии из Гомеля мы разговариваем этим вечером с исполнителем на губной гармошке Дмитрием Робой. После небольшой паузы возвращаемся в эфир. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Дмитрий Робой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Внутри этого аккордного ряда Да, внутри этого аккорда И здесь образуют ступени, которые характерны больше для народной музыки Здесь что-нибудь простенькое Я не знаю, если, может быть, попытаться продемонстрировать что-нибудь То есть все начинающие губные гармонисты пытаются играть эту мелодию Вот, да, но тут же... Какая-то знакомая мелодия. Ну, да, это из... Это из блюза, я так понимаю. Только не из Миссисипи, а... Да, блюза с берегов Рейна, наверное. Ну, опять же, эта же гармошка позволяет нам сыграть и в другой тональности. Так называемой кроссовой тональности, которая по отношению к этой указанной на гармошке будет являться доминантой. Подожди, мы начинаем углубляться в такие нюансы, которые тут... Чем каждый звук и так далее. Скоро перейдем к построению аккордов и септаккордов. Не надо это нам пока. Хорошо. То есть, ты сказал, гармошки бывают такие, где на... Я понял. Вопрос, пока вы даже его не задали. Аб, да, аб. То есть, существует тресно разновидности гармошки. Разновидности. Во-первых, это тремоло, которое вот именно наиболее часто используется в народной музыке, в том числе и в немецкой народной музыке. То есть, вот эти классические фильмы о немцах... Да, они играют там именно на гармошках тремоло, да. Там, значит, два ряда язычков, и они настроены в октаву, и это дает такой немножко более объемный... Двойной звук объемный. Да, объемный такой стерео, такой эффект на каждый звук. А на такой гармошке тремоло соло можно играть? Можно сыграть, да, соло можно сыграть, но там, в общем-то, она больше подходит для такого простенького аккомпанемента, для каких-то незатейливых таких мелодий. Ну, потому что если вдыхать-выдыхать, это надо приспособиться для того, чтобы когда два ряда... Как это называется? Язычков, да. Да, два ряда язычков попасть из двух в один. Тяжело, наверное. Мало того, что свой язычок, еще и попасть из двух... Ну, и более как бы продвинутый вариант, который позволяет уже играть очень сложные произведения, включая классические, включая джазовые, это хроматическая гармоника. Она уже называется, заметьте, не гармошка, а гармоника. На самом деле, в общем-то, и этот инструмент называется... Да, такой баян с этим... С прицепом, да. То есть она имеет полный хроматический звукоряд, и, кроме того, она имеет, в общем-то, возможность, ну, так называемый шифт, когда специальной кнопочкой музыкант может изменять высоту звука на полтона. Вот, и это... А, то есть даже не надо носить с собой... Да, и вот здесь уже, этой гармошке достаточно для того, чтобы играть в любой тональности, любое произведение. Но, конечно, там гораздо более сложная техника звукоизвлечения и... Ты пробовал? Дыхание, да. Я пробовал, у меня есть и такая гармоника, но, в общем, я на ней пока не преуспел, поэтому не показываю никому. А, она... Она обычная, в дворе, да? Ну, я же говорю, что я начинал именно с гармоники тремоло, такая у меня еще тоже сохранилась с тех времен. Вот. Ну, она, я говорю, более так подходит для аккомпанемента, какого-то сопровождения, чем для сольника. Если немножко вернуться к началу нашей программы, стиль как видение, да? Вот ты, как минимум, сказал, назвал уже три разновидности гармошки. Одна тремоло, вторая вот та, которая у тебя, и гармоника, да? То есть, можно говорить о музыкальном видении, музыкальном стиле относительно, хотя бы, вот если брать внутри гармошки? Согласен, да. Или все зависит от техники, от того, что если ты на гармонике играть не умеешь, то я как бы не... это не мой стиль. Инструмент в какой-то мере диктует, в общем-то, стилистику музыкального произведения, но, опять же, я говорю, что при достаточно продвинутых навыках игры можно и на диатонической гармошке сыграть классическое произведение. Но для этого ей требуется небольшая доработка, так называемый апгрейд, который позволяет уже извлекать разную высоту звука из одного и того же язычка. Ну, в общем, это, в общем, сложная специфическая тема, я не думаю, что это стоит сейчас подробно рассказывать об этом. Ну, а стиль, да, конечно, если ты берешь в руки гармошку, по определению ты должен играть блюз. Вот так я думаю. Почему по определению? Почему по определению? Непонятно. Потому что блюз – это дыхание, это вот здесь взаимодействие, опять-таки, с окружающим миром. Вот все, что есть вокруг меня, я вдыхаю, а потом я выдыхаю, показываю свое отношение к этому миру вот таким образом. Хорошо уговорил. Сейчас еще раз посмотрим, как ты вдыхаешь и выдыхаешь. Еще одна музыкальная композиция в исполнении... Дыхательная гимнастика. Блюзовое трио. Блюзовое трио. Блюзовое трио. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да, тут очень трудно разделять наше, не наше, но все, понимаете, мы живем в мире, который, в общем-то... Дима, как можно говорить, вот здесь, 21 век, да, блюзы звучат из конца 19-го где-то на какой-то, где-то на другом континенте, я даже не знаю, есть этот континент или нет вообще? Ну, в школе по учебнику географии, когда прогуливал английский, я видел, что он есть, в стиле Сисипи там течет, но какая там жизнь? Ты там был? Ну, может быть, и хорошо, что я там не был, потому что... Вот, я же о чем и говорю. Может быть, вот это представление о блюзе складывается в нашем восприятии. Ну, тем более... Как музыкальная стилистика, как желание разговаривать на этом языке. Вот это жизнь. Нет, я не прав. Тем более, я думаю, что ценность этого жанра или стиля, как угодно, в том, что он дает и музыканту, и слушателю определенную свободу в том, чтобы выработать свое отношение, в общем-то, к этому всему, и воспринимать это так, как ближе ему самому, а не так, как это канонически там, допустим, установлено, что это должно быть здесь, это вот так, вот так, и вы при этом должны почувствовать вот это. То есть, какой-то определенный момент участия самого и слушателя в том, что происходит во время исполнения блюза, оно несомненно. Вот. Ну, что еще можно сказать? Нет, больше ничего говорить не надо. След. Если аудитория такая небольшая, то есть и стилистика мышления блюзовая, да, ты можешь понять, что вот мой брат, который, ну, брат, естественно, там, в кавычках, что человек тоже мыслит в этой блюзовой стилистике? Ты, это можно определить? Ну, как бы, если... Да, мы с этим разговариваем. Нет, себя конкретно не беру, но, например... То есть, быстренько набросать моральный обрак блюзмана и блюзового слушателя. Ну, по-моему, человек, который играет или слушает блюз, прежде всего, он ценит какую-то естественность, он привержен к определенным традициям, он четко, в общем-то, представляет свое место в этом мире. И есть такое, в общем-то, ну, допустим, если сравнивать джаз и блюз, в общем-то, очень две родственные стихии. И, то есть, любого джазмена спроси, он с удовольствием и сыграет, и, значит, он в теме, и все такое. Но вот как можно было дать определение джаза и блюза в сравнении? Вот джаз, он требует определенной изощренности музыкального мышления, он требует виртуозности исполнения. То есть, мы берем, допустим, блюдо французской кухни, какое-нибудь неимоверное там мясо какой-нибудь дикой птицы под шикарнейшим соусом из множества ингредиентов, вот, и возьмем тут же, значит, обычную горячую кукурузную лепешку. Вот вам джаз и блюз. Что может быть между ними общего? Это то удовольствие, которое вы получаете от того, что вы вкушаете. И в одном случае вы восхищаетесь мастерством повара, который собрал, значит, массу ингредиентов, который вот составил их именно в таких пропорциях, такое богатство вкуса. А с другой стороны, вы просто ощущаете первобытную радость жизни, когда вот она, вот она жизнь, вы откусываете ее кусками, да. Вот он, настоящий белорусский драник, да, только испечит. Абсолютно, то же самое, это совершенно образовательное. И не надо никаких там добавлений этих киви и чуть-чуть сока лимона, который у нас не произрастает, да. Но я к чему задал вопрос относительно того, понимаешь или не понимаешь? По секрету тебе скажу, у нас в студии есть еще один музыкант. Так вот, я хочу узнать, с Володей получится сыграть что-нибудь? Я думаю, без всякого сомнения, потому что любой музыкант, в общем-то, тем более клавишник, а блюзия имеет представление не понаслышке. Володя, я думаю, не против сыграть. Конечно. Сейчас попробуем. Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо, что были с нами Увидимся Спасибо, что были с нами Спасибо, что были с нами Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»